Пять вопросов перед тем, как мы начнём изучение. Почему мы изучаем тавхид? Почему мы изучаем вот этот текст, этот труд? Потому что мы искатели знаний. Искатель знаний обязан идти по дороге, которую установили для нас права жителей, для нас учёные. То есть не должен ничего делать от себя, что-то ставя вперёд, а что-то отодвигая назад. А должен идти по дороге, которую для нас установили набожные учёные. Первый вопрос. Что такое вкратце три основы? Это три вопроса, о которых ты будешь спрошен в могиле. Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? Четвёртый вопрос. Какова польза от изучения вот этого вот труда? Мы говорим, польза от этого. Если мы изучим вот эти вот три основы. И будем действовать в соответствии с ними. И призывать к ним. И проявим терпение в отношении знания и деяния и призыва. Если мы всё это сделаем в этом мире, то с дозволения Аллаха мы ответим на вопросы в могиле. Пятый вопрос. Вот этот вот текст, трактат, он что содержит в себе? Он содержит в себе пять частей. Состоит из пяти частей. Первая часть. Четыре вопроса. Это знания и деяния и призыв и терпение. Вторая часть. Три вопроса. Три вида таухида. Третья часть. Почему мы изучаем таухид? Четвёртая часть. Разъяснение трёх вопросов в могиле. Пятая часть. Это заключение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.